Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео авторынок. Добро пожаловать на очередную серию наших сравнительных обзоров. И сегодня в нашем обзоре мы будем сравнивать два автомобиля одного класса и примерно одной стоимости на вторичке, но при этом абсолютно разного происхождения. Встречайте, HVL H9 и Land Cruiser Prado J150. Надеемся, наш сегодняшний обзор поможет тем из вас, кто стоит перед дилеммой купить новый или просто более свежий китайский внедорожник, либо все же попытаться найти в хорошо сохранившейся Land Cruiser Prado, сделать окончательный выбор. А помогать нам в этом будут два автомобиля HVL H9 2019 года выпуска с бензиновым турбомотором 245 лошадиных сил и Land Cruiser Prado в 150 кузове 2014 года, первый рестайлинг с мотором 2.7 на 163 лошади. Почему не 4-литровый? Потому что в бюджет HVL H9 вложится только существенно более возрастной 150 с 4 литрами под капотом. Да, и ставка транспортного налога в большинстве регионов за 4-литровый Prado вас не порадует. HVL H9 появился в 2014 году, а в России этот автомобиль продается с 2015. Сборка автомобиля локализована с 2019 года, машина выпускается по сей день, прошла через один рестайлинг в 2017 году. Соответственно и поколение у него одно единственное. Двигатели 2-литровые, бензиновый мотор на 218 либо 245 лошадиных сил и дизель на 190 лошадей. Коробки передач автоматические 6-ступенчатые для дорестайлинга и 8-ступенчатые для рестайлинговых автомобилей, а привод сугубо полный. Land Cruiser Prado в 150 кузове это уже четвертое поколение модели. Машина старше HVL появился он в 2009 году и к настоящему моменту прошел через два рестайлинга в 2013 и в 2017 году. Производство 150 кузова завершилось в 2022. На нашем рынке эти машины комплектовались одним из четырех вариантов моторов. Два бензиновых двигателя младшей в линейке 2,7 литра на 163 лошадиные силы, 4-литровый бензиновый агрегат на 282 лошади, а также два дизеля объемом 3 для дорестайлинга и 2,8 литра с 2015 года. Коробки передач механические либо автоматические, привод полный. Габаритные размеры HVLH9, длина автомобиля 4,85 метра, ширина 1,92 метра, высота 1,90 метра. Колесная база этого внедорожника 2,80 метра, а снаряженная масса 2,320 килограмм. При этом максимально разрешенная полная масса 2,850 метра. 150 и Prado меньше по всем габаритным измерениям. Длина автомобиля 4,78 метра, ширина 1,88 метра, а высота 1,84 метра. База у Prado также чуть меньше, буквально на сантиметр 2,79 метра. А вот снаряженная масса автомобиля с двигателем 2,7 литра меньше значительно всего 2,80 килограмм. Но при этом максимально разрешенная полная масса все те же 2,850, так что грузоподъемность у 5-местного Prado с двигателем 2,7 все же выше. Что касается толщины выкрасочного покрытия и качества окраса у HVLH9, слой окраса чуть-чуть толще, чем мы привыкли видеть на современных, например, японских машинах. Минимальное значение показаний толщиномера для родной краски здесь это около 96 микрон. Ну а максимальное порядка 120-126, причем все кузовные панели этой машины, кроме крыши, имеют оцинковку. Так что в плане коррозионной стойкости с заделом на будущее это должно быть неплохим подспорьем. Что касается Land Cruiser Prado, то в данном случае толщина абсолютно стандартная для большинства современных Toyota. И разброс показаний толщиномера лежит в диапазоне от 80 до где-то 98-100 микрон. Так что хоть чуть-чуть, но слой краски на Prado тоньше, чем на H9. И в отличие от HVLH9 у Prado с завода никакой оцинковки на кузовных панелях нет. Сравнение внутреннего пространства двух внедорожников начнем с багажника. Тем более, что это очень интересно посмотреть, есть ли разница между двумя автомобилями. У HVLH9, так же как и у Prado, который, кстати говоря, исходно имел праворульную версию, пятая дверь открывается в правую сторону. То есть в сторону тротуара. Не совсем логично, но как есть. HVLH9 это 7-местный автомобиль с третьим рядом сидений. Но из уважения к Prado, который в нашем случае представлен в версии на 5 мест, измерять пространство в багажнике будем именно при сложенном третьем ряде. Ширина проема у этого автомобиля порядка 116 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 86. Длина полезного пространства в багажнике по полу порядка 98 сантиметров. А ширина в его узкой части 109. Если же есть необходимость увезти много груза, либо груз габаритный, вы можете сложить спинки сидений второго ряда. Кстати, ровного пола здесь вы не получите. В любом случае будет ступенька. Полезная длина багажного отделения в этом случае увеличится где-то до 1,86 метра. Ну а если груз длинный и узкий, то расстояние до передней панели порядка 2 метров 60 сантиметров. Что касается дополнительных удобств в багажнике HVLH, первое, что можно отметить, это плафончики освещения. Их два, они раздельные и имеют сенсорные выключатели. Кстати, светильник светодиодный. С левой стороны на боковой панели присутствуют клавиши, отвечающие за подъем и опускание сидений третьего ряда. Да, здесь они оснащены электроприводом. С правой стороны у нас находится розетка на 220 вольт. Правда, не нашего стандарта. Под небольшой панелью фальшпола располагается домкрат. Ну а весь остальной инструмент в автомобиле у нас находится внутри самой пятой двери. Ну а теперь переходим к Land Cruiser. Доступ в багажник которого можно получить, кстати, и через стекло, если поклажа легкая и у вас нет необходимости открывать всю пятую дверь. Кстати, распахивается она здесь точно так же в сторону тротуара. И она столь же массивная. Форма проема очень похожа. И ширина проема у Land Cruiser это практически те же самые 116 сантиметров. А вот высота багажника здесь больше. Длина багажного отделения по полу здесь больше незначительно. Метр ровно. Ширина в наиболее узком месте 109 сантиметров. Складываются сидения в Prado несколько по-другому. Сначала опрокидывается вперед подушка, а затем следом ложится спинка, что дает вам возможность получить практически ровный пол. А длина багажника при этом у вас увеличивается до отметки метр шестьдесят пять. Соответственно, механизм складывания сидения не позволяет вам просто безболезненно протолкнуть длинный груз до приборной панели, хотя расстояние до туда будет порядка двух метров пятидесяти восьми. Что касается каких-то дополнительных фишек в багажнике Land Cruiser, то здесь можно отметить разве что потолочный плафон и 12-ти вольтовую розетку на боковой панели справа. По левой стороне есть небольшая ниша, куда можно прятать какие-нибудь полезные вещи. Ну а за второй фальшпанелью внизу скрывается штатный домкрат. Весь основной инструмент Land Cruiser Prado располагается также внутри самой пятой двери. Что касается двигателей, вкратце, поскольку про основные силовые агрегаты этих автомобилей вы найдете информацию в соответствующих отдельных обзорах. У нашего экземпляра Huawei LH9 стоит под капотом двухлитровый бензиновый двигатель на 245 лошадиных сил. Его маркировка GW4C20. По конфигурации это четырехцилиндровый рядник с чугунным блоком, турбонаддулом, непосредственным впрыском топлива, гидрокомпенсаторами, фазовращателями на впуски и выпуски и цепным газораспределительным механизмом. Крутящий момент, который способен выдавать этот двигатель, 350 ньютонометров, что придает довольно нелегкому внедорожнику неплохую динамику. С нуля до сотни эта машина разгоняется где-то за 11 с небольшим секунд. Несмотря на то, что двигатель современный, масло сюда заливается привычной многим вязкости 5W40, его объем 5,5 литров, ну а рекомендованный бензин 95-й. В плане надежности эти пока еще новые моторы не успели испортить себе репутацию, но, как и на большинстве агрегатов с непосредственным впрыском топлива, скорее всего эти двигатели будут подвержены повышенному нагрообразованию в клапанном механизме, плюс бывали единичные случаи обращений по выходам из строя турбины, ну и для замены ее патрубков тоже. Хотя характера эпидемии эти проблемы не носили. Также отдельные владельцы подобных машин обращались для замены цепи ГРМ на пробегах около 120 тысяч, хотя в среднем она способна отработать больше под 200 тысяч. Что касается базового мотора для Прада, это тоже бензин объемом 2,7 литра, маркировка 2 TR-FE, двигатель достаточно старый, он встречался еще на предыдущем поколении Land Cruiser Prada, это тоже рядная четверка и тоже, кстати, с чугунным блоком цилиндров. Два верхних распредвала, есть гидрокомпенсаторы, но нет турбонаддува, и впрыск топлива самый обычный распределенный. Привод ГРМ здесь цепной, ну и, конечно, присутствует фазовращатель. Что касается ресурса 2 TR-FE, то по этим агрегатам вообще никаких вопросов нет, в принципе, моторы очень надежные. И в отличие от более современного ХВЛ-H9, ведь эти двигатели на многих экземплярах уже успели разменять далеко не третью сотню тысяч километров пробега. И, как правило, продолжают работать безотказно. Хотя 163 лошадиные силы и 246 ньютонометров крутящего не делают из Prada пушку. И на обгонах на таком автомобиле придется уже проявлять осмотрительность 0,100. Этот автомобиль разгоняется за 13,9 секунды. Так что версия с двигателем 2,7 все же больше подойдет спокойным водителям. Объем масла тот же 5,5 литров, но вязкость другая 5W20. Но помимо рекомендуемого 95-го, 2 TR-FE может спокойно работать и на 92-м. Что касается коробок передач, то на ХВЛ-H9 2019 года стоит уже восьмиступенчатый автомат. Кстати, не в последнюю очередь именно его заслуга в хорошем разгоне 0,100. Это 8 HP70 ZF. Коробка крайне распространенная, встречающаяся на многих других моделях. Это и различные Dodge, и Jeep Grand Cherokee в кузове VK2, и многие модели BMW и так далее. То есть с запчастями и обслуживанием данной трансмиссии вопросов не будет. Равно как и с надежностью. Эти коробки способны отходить под 300 тысяч километров без вопросов. При условии регулярной замены рабочей жидкости хотя бы раз в 60 тысяч. На Prado до 2015 года, а напомним, у нас вариант 2014 года выпуска вообще стоит старинный четырехступенчатый автомат, который можно смело отнести к разряду вечных трансмиссий. Оборотная сторона старинности, большой расход топлива и длинные передачи. Ну а теперь про самое интересное. Салон HVL H9. Попадая сюда, понимаешь, что сидишь в рамной машине. Причем на самом деле сходство с Land Cruiser Prado в плане посадки очень и очень присутствует. При моем росте 1,86 метра мне удалось подобрать оптимальную для себя посадку за рулем этого автомобиля. Правда, для этого пришлось поднять водительское сидение максимально вверх. Кстати, оба кресла здесь имеют электрические регулировки. Причем сидение водителя, помимо регулировок во всех плоскостях, имеет еще и память на три положения. В отличие от HVL F7, кроссовера, обзор на который мы делали уже достаточно давно, у этого автомобиля присутствует регулировка наклона подушки сидения. Поэтому вариантов по подбору хорошей посадки здесь все же больше. Рулевая колонка тоже регулируется. Регулировка механическая и осуществляется она в двух плоскостях. Так что с подбором хорошей посадки за рулем этого автомобиля проблем возникнуть в общем-то не должно. То, что это автомобиль современный, ну или относительно современный, выдает комбинация приборов. Здесь у нас аналоговый тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива, но при этом цифровой спидометр на большом дисплее бортового компьютера. Нечто подобное мы впервые видели на Mercedes S-класса в 221 кузове. Картина в плане клавиш на дверной карте вполне себе стандартна. Это четыре стеклоподъемника и управление боковыми зеркалами. Причем в отличие от Huawei LF7X у этой машины не возникает ощущения, что клавиши меньшего, чем мы привыкли, размера. Слева от рулевого колеса расположено управление светом. Выполнено оно здесь в виде поворотной шайбы, так же, как на большинстве немецких машин Mercedes BMW Vag Group. Основная шайба отвечает за переключение габаритов и ближнего света. Передние и задние противотуманки включаются вписанными в нее клавишами. Подрулевые переключатели у этого автомобиля довольно легкие в плане работы и переключаются достаточно тихо. Тянуться к ним не надо, они на своих местах. Рулевое колесо у нас демонстрирует наличие клавиш управления мультимедийной системой по левой стороне. Есть подогрев руля, включающийся отдельной кнопкой, управление телефоном и бортовым компьютером. С тыльной стороны присутствуют лепестки для выбора передач в ручном режиме. Кнопка Start-Stop расположена удачно. Рука сама ложится на нее, пользоваться удобно, привыкать не придется. Мультимедийная система имеет большой монитор, на который также можно вывести массу полезной информации вплоть до температуры трансмиссии. Для внедорожника эта функция отнюдь не лишняя. И последний раз подобное доводилось видеть на американских машинах на Jeep Grand Cherokee в кузове VK2. Управление магнитолой продублировано физическими клавишами, что опять же удобно, не придется тянуться и погружаться в бесконечные разделы меню бортовика. То же самое касается и панели управления климатом. Климат, кстати, здесь трехзонный. Левая, правая сторона и отдельная у задних пассажиров. Все клавиши выполнены тактильно различимыми, так что даже с управлением на ощупь не должно возникнуть проблем. При этом поворотной шайбой регулируются только обороты вентилятора. Слева и справа клавиши управления подогревами сидений. Они здесь физически. Это очень радует с учетом повального увлечения китайскими автопроизводителями сенсорными мониторами. Внизу под панелью климата еще один блок клавиш. Не сказать, что слишком удобно расположен. Здесь пользоваться ими может мешать селектор коробки. Он включает в себя клавишу включения-выключения аварийной сигнализации, контроль движения в полосе, включение-выключение системы старт-стоп, система мониторинга слепых зон, управление скоростью на спуске, своего рода внедорожный круиз-контроль, система стабилизации, парктроники. Присутствует в автомобиле прикуриватель, скрывающийся под маленькой декоративной крышечкой с микролифтом. Селектор коробки передач здесь, как на автомобилях BMW, нефиксируемый. По сути дела он представляет собой джойстик. Правда, пользоваться им надо отметить удобно. Единственный момент, клавиша включения режима парковки расположена весьма оригинально, и вот к ней придется привыкать. Ну и в последнем блоке сосредоточена клавиша активации и деактивации электронного стояночного тормоза. Есть функция автохолд, то есть удержание машины на месте без нажатия педали тормоза, полезная в пробках. Шайба здесь отвечает за выбор режимов движения автомобиля. Их здесь несколько. Это песок, скользкая дорога, автоматический режим, снег и режим камни для движения по соответствующей поверхности. Клавиша включения и выключения экономичного режима, клавиша включения режима пониженной передачи. Здесь полноценная раздаточная коробка и в том числе присутствует отдельная клавиша управления блокировкой заднего дифференциала. А это уже серьезная заявка, как внедорожника. Клавиши на потолке в основной своей массе отвечают за управление светом в салоне. И одна из них за управление люком. Здесь по факту большая панорамная крыша и люк в передней ее части тоже большой по объему. Если она в данный момент не нужна, можно перекрыть ее шторой. Что касается качества исполнения салона, то здесь на самом деле есть что похвалить. Это и мягкий материал верхней части приборной панели, и кожаная отделка сидений, и не скользкий руль. Удобная, кстати говоря, форма. Что касается бардачков, подстаканников и подобных вещей, то в этом автомобиле у нас присутствуют два подстаканника по центру консоли, которые также скрываются за декоративной крышкой. Есть у нас огромный центральный бокс, естественно, с расположенными внутри разъемами AUX и USB. А на дне бокса еще добавлена и беспроводная зарядка для мобильного телефона, включающаяся отдельной клавишей. Основной бардачок у автомобиля, не сказать, что слишком большой, но, как и на старинных классических мерседесах, он полностью отделан материалом, напоминающим бархат внутри. И есть отдельная полочка, куда можно положить, например, пачку документов. Внизу дверных карт присутствуют карманы, впрочем, не слишком вместительные, передняя часть которых способна разместить в себе бутылку с напитком объемом 0,5 литра. Что касается обзорности в этом автомобиле, здесь вопросов нет. Несмотря на узкое лобовое стекло и высокую приборную панель, здесь полностью видимый капот. Это касается и его боковых краев, и переднего края тоже. Для внедорожника это важный момент. Передние стойки, конечно, широкие, но это дань моде и, кстати, требованиям безопасности тоже. Боковые зеркала сами по себе огромные, пользоваться ими удобно, плюс присутствует индикация слепых зон, так что с маневрированием в городе проблем не будет. Ну а с маневрами задним ходом здорово помогает камера заднего вида. Давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается заднего сидения этого внедорожника, сидеть здесь на самом деле удобно. Сидение довольно мягкое, несмотря на кожаную отделку. Оно имеет довольно слабо выраженный профиль. Центральная часть плоская, трое седоков разместятся. Причем это касается и ширины салона тоже. Запас пространства над головой, несмотря на панорамную крышу, здесь присутствует. Есть продольная регулировка у заднего сидения, то есть при необходимости освободить место для пассажиров третьего ряда, вы можете придвинуться довольно близко вперед. И при этом, кстати говоря, несмотря на то, что я упираюсь коленями в сидение, при моей собственной регулировке, сказать, что это доставляет особый дискомфорт, нельзя. Ну а в нормальном положении сидения запас пространства для коленей абсолютно достаточный. Тоннеля на полу здесь практически нет. Опора под локти для задних пассажиров присутствует на дверных картах, подлокотник отделан кожей. А в подлокотнике центрального бокса есть еще и место для размещения стаканов. Из дополнительных удобств для пассажиров второго ряда панель управления климат-контролем, как раз та самая третья зона, собственные плафоны освещения, дефлекторы вентиляции. На переднем правом сидении присутствуют клавиши, позволяющие вам увеличить себе пространство для ног, если переднего пассажира не возбраняется потеснить. Ну а внизу центрального бокса присутствует дополнительный отсек с USB-разъемом, через который можно заряжать мобильник, полочкой для размещения этого самого мобильного устройства и стандартной 12-ти вольтовой розеткой. В целом же, для дальних путешествий второй ряд этого автомобиля подходит как нельзя лучше. Ну а теперь сравним интерьеры. После HVL H9, попадая в Prado, конечно, испытываешь ощущение, что здесь все выполнено намного проще. Хотя, конечно, на первый взгляд, сравнивать комплектации вроде как некорректно, ведь европейский дилерский Prado 2.7 бензин практически всегда шел в комплектации стандарт. А это далеко не максималка. С другой стороны, стоимость этих автомобилей на вторичке примерно похожа. Поэтому в случае с Land Cruiser Prado за практически те же самые деньги вы получаете более простую по оснащению машину. И это факт. Сама посадка здесь и расположение рулевого колеса, сидения передней панели очень похоже на HVL H9. Здесь такая же высокая линия приборки, даже повыше за счет выступающей центральной части с дефлекторами. И такое же узкое лобовое стекло. Но в плане самой посадки в целом вопросов нет. Салон, кстати, у нас тканевый, просто затянутый в чехлы из эко-кожи. Водительское кресло имеет механические регулировки, правда, в достаточно большом диапазоне. Из электрических опций здесь только регулировка поясничного подпора. Соответственно, и регулировать подушку сидения по наклону вы тоже не можете, только по высоте. Рулевая колонка, так же, как и в HVL H9, имеет механическую регулировку и тоже в достаточно большом диапазоне. Правда, сам руль, такое впечатление, что большего диаметра. А вот кожа, которой он отделан, практически идентична. Опора под локти здесь присутствует, и она удобна. Подлокотник на дверной карте отделан велюром, а с правой стороны у нас кожаная большая крышка центрального бокса, ровно на том месте, где ей положено быть. В плане кнопок даже максимальная комплектация 150 Prado – это далеко не самый перегруженный автомобиль. На дверной карте стандартный блок управления стеклоподъемниками, причем все они с авторежимом. Здесь же центральный замок. Слева от руля у нас клавиша включения омывателя фар, подогрева лобового стекла и управления боковыми зеркалами, плюс корректор фар. Подрулевые переключатели находятся на своих местах, тянуться за ними не придется, они переключаются с хорошим усилием и без дешевых пластмассовых щелканий. В данной комплектации у нас нет круиз-контроля, только управление магнитолой на рулевом колесе, плюс возможность подцепить по Bluetooth телефон и общаться по нему. Комбинация приборов здесь полностью аналоговая, и бортовой компьютер, вернее, центральный дисплей здесь вообще монохромный, но при этом она информативна и читается хорошо. Мультимедийная система имеет дисплей, на который в том числе выводится и картинка с камеры заднего вида. Ниже предельно простая панель управления кондиционером, а это не климат-контроль, а именно кондиционер без автоматического режима. Зато управление реализовано удобно. Две большие поворотные рукоятки, с которыми не ошибешься, и тактильно различимые клавиши переключения режимов обдува. Ну а внизу поворотная рукоятка управления режимами полного привода. Это постоянный полный привод при свободном межосевом дифференциале, заблокированный межосевой дифференциал и понижающая передача с заблокированным межосевым дифференциалом. Кстати, полный привод – это и есть основное отличие между HVL H9 и Land Cruiser Prado. Prado даже в самой простой комплектации в любом случае всегда гребет четырьмя колесами. Благодаря межосевому дифференциалу эту машину вы используете на полном приводе, в том числе и на сухом асфальтовом покрытии. Селектор коробки автомата здесь привычный, механический, плюс есть клавиши разблокировки при выключенном зажигании. Стояночный тормоз также самый обыкновенный, никакой не электронный ручник. На центральном тоннеле 12-вольтовая розетка и USB-разъем. Что касается каких-то ниш, бардачков и прочих мест для хранения, то глубокий бардачок у нас присутствует под крышкой непосредственно центральной консоли. Внизу полочка, два подстаканника с фиксаторами, еще один небольшой квадратного сечения отсек, куда можно что-то сложить, и подлокотник. Внутри центрального бокса огромное пространство, плюс есть сопло системы кондиционирования, так что его можно назвать подогреваемым и охлаждаемым. Ну а сама по себе крышка бокса содержит еще один мелкий отсек, куда можно положить, например, какой-нибудь блокнот или пишущие принадлежности. Основной бардачок у Prado по объему большой и вместительный, но абсолютно пластмассовый, в отличие от Havail. Намека на премиальность здесь не содержится. Ну а внизу дверных карт у нас присутствуют узкие, зато длинные карманы и ниши, отформованные под бутылочку, причем по целых две штуки на каждую дверь. Дополняет картину небольшое зеркальце, в которое можно наблюдать за задними пассажирами. Очень пригодится тем, кто возит на заднем сидении маленьких детей в детских креслах. В плане обзорности между Havail и Prado паритет практически полный. Здесь такая же низкая линия бокового остекления, также полностью видимый капот, это касается и боковых габаритов, и передних тоже, и столь же огромные боковые зеркала. Правда, в данной комплектации Prado лишен системы мониторинга мертвых зон. Ну а с парковкой задним ходом здесь все так же выручает камера заднего вида. А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела для пассажиров на втором ряду. Что касается второго ряда Land Cruiser Prado 150 кузова, то здесь при моем росте 1,86 м места мне достаточно. При моей собственной регулировке я еще не достаю коленями до переднего сидения. Хотя в отличие от Havail H9, второй ряд здесь не имеет продольной регулировки. А вот регулировка наклона спинки присутствует. Можно поставить ее в более вертикальное положение, либо отклонить максимально назад, приняв полулежачую расслабленную позу. Само сидение здесь также полностью плоское и способно разместить троих человек. Тоннель на полу практически отсутствует. Картина один в один, как на Havail. А в центральном, более широком, кстати, подлокотнике присутствуют два подстаканника. Подлокотники на дверных картах также отделаны тканью, как и на передних дверях. Удобно. И, кстати говоря, они мягкие. Ну а из удобств для задних пассажиров, кроме дефлекторов вентиляции в центральном боксе и 12-вольтовой розетки, Prado в данном исполнении, увы, более ничего не предлагает. Ну а теперь посмотрим на Havail H9 снизу. Кстати, кривенс у этого автомобиля по каталогу в самой низкой точке это 206 мм, что на самом деле не так уж мало. Передняя подвеска этого автомобиля выглядит достаточно внушительно и массивно. Она реализована на двойных А-образных рычагах. Соответственно, у нас шаровые опоры и сверху, и снизу. Габаритные размеры компонентов подвески внушают уважение. Кстати, на дорестайлинговых машинах были определенные нарекания в плане ресурса компонентов. Первые замены начинались где-то на отметке 60-80 тысяч. На рестайлинге ситуацию поправили. И на таких автомобилях компоненты передней подвески служат уже более 100-120 тысяч километров. Так что производитель проводит определенную работу над ошибками. И это неплохо. Также из интересного можно отметить, что передний кардан в данном случае у нас не имеет вообще никаких крестовин. Сугубо шлицевые соединения. Под пластиковым грязезащитным фартуком виднеется такой же пластиковый поддон коробки передач 8HP45. Раздаточная коробка в данном случае производства BorgWarner. Ну а про схему работы полного привода здесь мы уже говорили. Также под днищем у нас располагается фильтр тонкой очистки. Как и на предыдущих китайских автомобилях он здесь в доступе. И проблем с его заменой не будет никаких. Ну а задний кардан уже более традиционный. Соответственно здесь у нас наличствуют и три крестовины внушительных габаритов и подвесной подшипник. При осмотре поддержанного HV-1, кстати на состояние подвесного, лучше обращать внимание. Поскольку на машинах по крайней мере первых лет выпуска по этому компоненту были определенные нарекания. С левой стороны по ходу движения автомобиля у нас располагается топливный бак. Объем его 80 литров. Сам бак пластиковый, плюс имеет пластиковую уже защиту по низу. При езде по бездорожью стоит быть с ним поаккуратнее, если речь идет про преодоление очень каменистых участков с большими валунами. Но зато он по крайней мере не будет гнить. Что касается задней подвески, то в данном случае у нас подвеска зависимая. Это мост. Самое что ни на есть классическая реализация для полноценного рамного внедорожника. И дополнено все это дело стабилизатором поперечной устойчивости. Стояночный тормоз, как мы уже упоминали, здесь с электрическим исполнительным механизмом. Запасное колесо крепится на домкрате под днищем кузова. Ну а по части антикоррозийной обработки на самом деле можно отметить, что антикоррозавода здесь присутствует. Но нельзя сказать, что он наносился как-то огульно. Скорее очень избирательно и только по некоторым местам. Но тем не менее на 4-летней машине с пробегом 65 тысяч километров по нашим дорогам и зимам с реагентами каких-то следов коррозии по низу мы не наблюдаем. Что касается ходовой части, то первое различие между этими двумя автомобилями будет в клиренсе. Если дорожный просвет у Huawei H9 это 206 миллиметров, то у 150 Prado низшая точка находится на отметке 215 миллиметров от поверхности земли. Что касается архитектуры передней подвески, то и у Prado тоже передняя ходовая часть выполнена на двух А-образных рычагах. Выглядят они практически одинаково. И там и здесь все достаточно солидно в плане габаритных размеров. Разве что не приходилось слышать про ремонт и ходовой части на ландкрузерах с пробегами до 150, а то и до 200 плюс тысяч. Если не брать в расчет такие расходники, как например стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Также из отличий это передний кардан. Если на Huawei H9 он имеет только шлицевые соединения, то у Prado в наличии крестовины, которые, кстати говоря, надо обслуживать. Не забывайте это периодически проделывать. Ну а если выезд на бездорожье был сопряжен со штурмом водных преград, то желательно осуществлять шприцевание после каждых таких покатушек. Топливный бак у ландкрузера Prado располагается также слева по ходу движения автомобиля. И также сделан из пластика. Его объем 87 литров, только защита бака в данном случае уже металлическая и более основательная. Что касается задней подвески, здесь практически идентичная картина. Это тоже мост и присутствует стабилизатор поперечной устойчивости. Как и в случае с Haval H9, у Prado с моторами 2,7 литра сзади не будет опциональной пневмоподвески, которая часто встречается в комплектациях с двигателем 4.0. Крепление и размещение запасного колеса у этих автомобилей практически идентично. Отличие сзади еще и в том, что здесь не электронный ручник, а самый обычный привычный механический. Что касается антикоррозийной обработки, при производстве этих автомобилей на антикор производителя особо изначально не тратился. Обработка присутствует, но довольно-таки локально. Это отчасти роднит Prado и Haval. При том, что автомобиль 2014 года, надо отметить, что по части ржавчины у него все обстоит более или менее благополучно. Да, следовые количества уже где-то проявляются, но сказать, что эта машина чрезмерно рыжая не получится. Для его возраста все выглядит весьма пристойно. На этом наш обзор двух похожих друг на друга автомобилей завершается. Надеемся, вам он оказался полезен и вы подчеркнули для себя что-то новое. И если это так, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Также прописывайте в комментариях, какие обзоры вы хотели бы увидеть на нашем канале в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся такие автомобили для вас найти и отснять. Если же вас заинтересовал какой-то из двух автомобилей, которые были сегодня на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту, когда видео выйдет на канале, вы все еще сможете приобрести один из этих автомобилей. Так что всю дополнительную информацию узнавайте по контактному телефону, который будет в описании под видеороликом. На нем же есть WhatsApp. Пишите, звоните, задавайте вопросы. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!